Открытый чемпионат и первенство Сарова по лыжероллерам на призы администрации города прошли на лыжном стадионе с Шор Атом. За медали боролись сильнейшие лыжники Нижегородской области, Республики Мордовии, города Пензы. Участники из Арзамаса не в первый раз приезжают в Саров на соревнования по лыжероллерам. Для многих из них трасса уже знакомая. Перед стартом спортсмены два дня тренировались на новом месте, отрабатывали технику. На чемпионате и первенстве Сарова по лыжероллерам участники готовились выложиться на все 100% и показать максимальный результат. Мы с тренерами тренировались здесь два дня, готовились, работали в горке, проходили трассу. Тренера нам показывали, как правильно съезжать, где как ехать. Первый раз в таких соревнованиях у нас в горке? Нет, мы были еще здесь зимой и осенью. Мы тренировались тут два дня, разговаривали с тренерами, они нам морально помогали, чтобы набраться опыта, попробовать покататься с гор. Как-то соперник, похоже, знаешь? Смогла ли оценить соперник? Ну, в принципе, да. Такие сильные, не сильные? Ну, сильные, да. В выходные на лыжном стадионе с Шуратом прошли открытые чемпионаты первенства Сарова по лыжероллерам на призы администрации города. За медали бороли сильнейшие лыжники Нижегородской области из Первомайска, Семенова, Павлова, Арзамаса, Сосновского, Навашина, Арефина, Кулебак, Нижнего Новгорода. Также на соревнования приехали спортсмены из Республики Мордовии и города Пензе. Саров представляли воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва Атом. Соревнования по лыжероллерам стали уже традиционными. И в этом году мы проводим 17-е открытые первенства города на призы администрации. Я желаю вам всем сегодня хорошего старта, чтобы каждый из вас показал максимальный результат. И пусть удача сопутствует вам на протяжении всех двух дней соревнований. В состязаниях приняли участие порядка 150 спортсменов-флэжероллеров. В первый день прошли гонки свободным стилем, а на следующий день участники соревновались в гонках классическим стилем. Спортсмены проехали дистанции от 3 до 13 километров в зависимости от возрастной группы. В этом году с Шоратом впервые проводил онлайн-трансляцию чемпионата. Зрители могли видеть всю трассу. Победители и призеров чемпионата и первенства Сарова по лажероллерам чествовали на закрытии соревнований. Новый олимпийский вид спорта продолжает развиваться в Сарове. На баскетбольной площадке спортивного комплекса «Юниор» прошел третий этап кубка по баскетболу 3 на 3. Команда-участницы боролись за выход в финал. Баскетбольная площадка спортивного комплекса «Юниор» собрала любителей спорта разных возрастов. На третьем этапе городского кубка по баскетболу 3 на 3 были представлены все возрастные группы. В соревновательный день открыли детские и юношеские команды, а финалом турнира стали состязания между участниками старше 18 лет. В прошлом году мы запустили так называемый летний кубок для того, чтобы максимально задействовать спортсменов, занимающихся баскетболом в летний период, чтобы мы играли в олимпийский вид спорта 3 на 3. Сейчас в данный момент играет категория мужчины 18+, количество команд 8. Баскетбол 3 на 3 заметно отличается от классического. На площадке играет всего 6 человек. Соперники забрасывают мяч в одно кольцо, а длительность игры фиксированная для всех. Для выхода в следующий этап кубка командам необходимо было выиграть два матча из трех. Мы в течение четырех туров получаем очки, занимаем места. По итогу пятого тура, то есть суммируем все очки с учетом пяти туров и выявляем победителя всего лета, победителя у владельца кубка, летнего кубка 3 на 3. Команду участницы представляли студенты, сотрудники различных городских организаций, спортсмены-любители и профессионалы. Игры проходили с переменным успехом. Важным фактором для спортсменов были не только победы, но и само состязание и удовольствие от игры. Погода прекрасная, соперники тоже у нас хорошие, так что настроение хорошее. Удовольствие именно получить от игры с друзьями, приятные эмоции. Мы могли бы какую-нибудь команду пригласить кого-нибудь, кто хорошо играет, но нам приятнее друг с другом. Для ряда участников летний кубок – это возможность попробовать что-то новое после классического баскетбола и реализовать амбициозные планы. Я играю за Саровский Атом. В 5 на 5 мы в этом сезоне довольно неплохо выступили. Так что да, а лето так. Разгружаемся, веселимся на площадке. Все, выиграть какие еще? Других быть не может. На финальный этап тоже примерно. Ну, само собой, надо этот тур забирать. На сегодняшний день развитие баскетбола 3 на 3 находится в руках заинтересованных и активных спортсменов. В Сарове этот вид спорта только делает первые шаги. Но уже сейчас он интересует множество горожан разных возрастов. В следующем сезоне, по планам организаторов, летний кубок 3 на 3 должен стать открытым и привлечь команды из других городов. Скорость, эмоции и состязательность. В Сарове прошли соревнования по пляжному волейболу в рамках спартакиады в НЕФ. В течение двух дней произошли групповые, полуфинальные и финальные розыгрыши. Команды выявляли сильнейших в упорной борьбе. Командные соревнования по пляжному волейболу стали частью спартакиады в НЕФ 2024. Групповые, полуфинальные и финальные розыгрыши прошли в течение двух дней на волейбольной площадке стадиона «Авангард». Целью турнира было сплочение спортсменов из разных коллективов, а также выявление команд для участия в отборочном этапе «Атамиады-2025». Участвуют у нас 10 КФК, это подразделение «Арфяц-Ниев», работники. Соревнования проходят в рамках «Спартакеады» 2 на 2. Сейчас у нас на первой площадке идет борьба за третье место, а позже будет финал. На второй площадке играют за места с пятой по восьмого, с девятой и десятой места уже сыграли. В спортивной секции в НИЭФ волейболу постоянно тренируется около 20-30 человек. Спортсмены участвуют как во внутренних городских соревнованиях, так и в выездных турнирах регионального и всероссийского уровня. Многие ребята ездят на областные соревнования. Вот буквально вчера у нас пара Юдин Наследников ездила на соревнования в Гусь-Крусталь, они там заняли шестое место из 25 команд. То есть у нас очень много игроков и девочек, кстати, ездят на областные соревнования. Пляжный волейбол, я считаю, что очень хорошо развивается в городе, не только в Ворфеатсвнеев, но и в городе. В этом году при поддержке руководства Ворфеатсвнеев секция волейбола смогла улучшить существующие волейбольные площадки. В ближайшем будущем также планируется создание новых спортивных точек. У нас появилась вторая площадка, отвечающая всем требованиям и стандартам. Мы сюда закупили дорогой песок, организовали по всем правилам чашу, чтобы песок потом не разъезжался. В дальнейшем, я думаю, что у нас на Боровом появятся две площадки, сейчас там ведутся работы. В финальный день соревнований команды разыграли медали, а также пятые и восьмые места. Дух здорового соперничества и взаимной поддержки позволил спортсменам получить удовольствие от игры и поставить перед собой новые цели. Мы выступили даже выше своих ожиданий. В достойной борьбе уступили, не сожалеем. Будем тренироваться дальше. Очень радует, что у нас появилась такая база классная для пляжного волейбола. Спасибо большой федерации волейбола в Сарове. В следующем году от Мяда летняя и там пляжный волейбол, как один из видов спорта. Поэтому нужно тренироваться, чтобы наш город, наше предприятие вне представить достойно. Всего за время турнира было сыграно более 20 матчей. Среди лидеров по итогам соревнований оказались команды «Старт» в импел, буревестник и «Квант». Во время матча участников активно поддерживали родные и друзья. По итогам соревнований были сформированы новые команды и определены сильнейшие спортсмены для участия в дальнейших первенствах. Ежегодно в мире отмечают Международный день шахмат. Праздник объединяет профессиональных шахматистов и любителей. Шахматы считаются одной из старейших и наиболее популярных интеллектуальных игр в мире. В Сарове искусство игры в шахматы обучают во дворце детского творчества. С шахматами Дмитрий Кафанов познакомился еще в детстве. Дома была доска и фигуры, но Дмитрия никто не учил правилам игры. Впервые он погрузился в шахматы в школьном кружке, но вскоре увлечение оставил. Снова к шахматам Дмитрий вернулся в 16 лет. В это время встретился с Владимиром Ивановым, который преподавал шахматы во дворце детского творчества. Может быть потенциал он не увидел, но не знаю. Он пригласил меня к себе в кружок, поскольку видно было, что я очень заинтересованный. Так я ходил там, играл в 16 лет с 5-летними детьми. И в 19 я уже серьезно этим делом увлекся. Начал участвовать в соревнованиях, в турнирах, в городе и на выезде. Когда мастерство игры в шахматы у Дмитрия Кафанова вышло на новый уровень, педагог ДДТ предложил воспитаннику занять свое место и стать руководителем объединения шахматы. Так в феврале прошлого года Дмитрий Кафанов пополнил ряды сотрудников ДДТ. Он обучает более 90 ребят. Со следующего учебного года ожидается пополнение учеников. На занятиях проходят не только спортивные тренировки. Педагог прививает воспитанникам еще и шахматную культуру. Любую тему закрепляют многократной практикой и занятия в занятия. А для того, чтобы дети лучше усвоили материал, создает для них образные понятия и сравнения. Я провожу в рамках занятия, конечно, насколько могу успеть, провожу некоторые турниры шахматные между ними. То есть между ними игра идет через жеребьевку, через турнирную таблицу, они проходят. То есть такая некая имитация соревновательной деятельности. Вот, примерно таким путем мы идем. Мы изучаем еще, наверное, ну это просто уже чуть более со старшими ребятами, с более группами вот там третьего года, кто постарше. Изучаем творчество шахматистов прошлого. То есть таких, как там Александр Алехин, например, или может быть даже Гарри Каспаров. Со своими воспитанниками Дмитрий Кафанов выезжал на соревнования области между учреждениями дополнительного образования. И в финале заняли 11 место. Для многих ребят это были первые серьезные состязания. Хорошо научиться играть в шахматы может как ребенок, так и взрослый человек. Время освоения искусства игры зависит от индивидуальных особенностей. Все очень индивидуально. Все, я бы сказал, достаточно непредсказуемо. Дело в том, что все зависит от того, какое у ребенка строение психики. Ребенок с быстрой психикой, он может быть более подвижным, может быть чуть менее усидчивым. Но все, какую информацию ему не дай, он будет ее очень быстро впитывать, быстро перерабатывать и сможет выдавать какие-то результаты достаточно скоро. Но это не значит, что ребенок смедленный.